Важное направление совершенствования системы экологической информации. Кстати, само это понятие пока не закреплено в законе. Данные о загрязнении окружающей среды фрагментарны и оседают в разных ведностях. А так называемые сводные расчеты загрязнения воздуха проводятся в крупных городах всего лишь 12 регионов Российской Федерации. Все это осложняет оценку состояния окружающей среды в целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов. Конечно, хотелось бы сегодня услышать, что нужно сделать, по вашему мнению, для исправления такой ситуации. Еще одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектар. Вы знаете, что законодательно уже введены жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных расходов. Но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвигаем вправо. Хотел бы услышать, как идет разработка необходимых документов и что уже сделано. И что граждане знают о этих нововведениях. Прошу также докладчиков особое внимание уделить вопросам обращения с работами повышенной опасности. Далее. Это тема, которая постоянно звучит в выступлениях на эту тему. В послании об этом тоже говорилось. Это активная вовлеченность граждан, общественных организаций в различные социальные проекты, в том числе в решение экологических проблем. Уже говорил, не нужно прятаться от людей в своих кабинетах. Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать. И имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов. Я просто убежден, доверяя инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями. Очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране. И прошу Сергея Борисовича Иванова, председателя Комитета по проведению года экологии, взять под свой патронат экологические проекты с участием волонтеров. В том числе по линии Русского географического общества и других объединений. Уважаемые коллеги, я обозначил только некоторые, далеко не все вопросы, требующие нашего внимания. Полагаю, что они прозвучат в докладах и в выступлениях. Это решение проблем энергосбережения, сохранения лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений. Необходимо также обеспечить реализацию программ сбережения и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Аутале. И прошу выступающих сконцентрироваться на мерах и предложениях по улучшению ситуации. А на мерах и предложениях, которые мы можем и должны в самое ближайшее время реализовать. Тема, которую мы с вами рассматриваем.